салют дамы и господа здравствуйте мальчики и девочки у меня в руках портативный портативный осциллограф от компании мини называется он ds 212 может называться дсо 212 ну и так далее в общем то наверное средний осциллограф из всей линейки от компании мини и технические характеристики напишу немного в описании потому что все они физически не влезут скорее всего но я посмотрю и собственно оставлю ссылку на него где вы сможете прочитать все эти характеристики ну и так далее озвучивать их все здесь опять же не вижу смысла объясняю почему во-первых осциллограф это все-таки прибор который нужен тем кому нужен во-первых во вторых я рассказывал своих прошлых видео про осциллограф и для чего он нужен там как это работает что и почему поэтому здесь я касаться этого не хочу можете посмотреть предыдущие видео про другие осциллографы если вам это интересно либо почерпнуть информацию где-то в интернете там в текстовом формате в том же в той же виде википедии а здесь я хочу коснуться не того что он умеет потому что и так ты видишь по характеристикам что он умеет и как бы ну о чем тут говорить может я кстати их на экран выведу будет вообще замечательно а здесь я хочу поговорить именно о качестве устройства ну и вообще удобно ли им управлять как и чего то есть такие вещи которые уже не касаются технических характеристик больше юзабилити касаются это тоже очень и важно но в общем то экран 320 на 240 достаточно яркие замечательные и прекрасно 8 метров встроенная память вот и я думаю что это тоже замечательно внутренне встроена больше тут как бы никуда ты ничего не не поставишь комплект идут два щупа вполне себе такие обычные щупы с множителем либо 1 либо 10 ну все стандартно тут ничего придраться не получится у меня единственное конечно что нет никакой настройки более тонкой на щупах но она здесь и не нужна также идет в комплекте ключик чтобы можно было разобрать сей девайс сам он в габаритах что-то около 10 на 5 сантиметров ну а толщина вообще там не знаю 1 и 5 может и вот такой вот мягкий кейс идет куда можно его спрятать чтобы как бы аккуратно носить с собой а именно для этого он то и предназначается при всем при этом при таких размерах он конечно же не имеет каких-то супер-пупер характеристика большого стационарного осциллографа и это нужно понимать обязательно так не бывает да чтобы вот ну пока что не бывает может быть через какое-то время технологии двинуться вперед и в таких миниатюрных корпусах будут уже совершенно на другие технические характеристики но пока что пока что компания мини это китайская компания на самом деле вот производит в китае но делают весьма качественные продукты я показывал уже их осциллограф прекраснейший тоже образец вот и он отчасти может даже показаться многим интереснее интереснее там другие характеристики но еще раз говорю посмотрите просто видео про осциллографы у меня на канале я думаю там многое что увидите там есть осциллографы как самые дешевые которые вы можете сами собрать на коленке так и осциллографы которые вот сразу готовы в миниатюрном корпусе компактные и все как говорится включил и пользуйся ну и про включил переключатель включения и два регулятора это два колеса сверху и с правой стороны которые во первых бегают по меню во вторых при нажатии входит от самое меню вот и опять же вот это это двигается по вертикали а вот это она передвигает по горизонтали да и здесь вы можете выбирать но это генератор сигнала мы зашли собственно ладно не буду я про это и так понятно всем тем кто пользуется осциллографом по поводу управления в общем претензий у меня никаких нет она вполне себе заслуживает внимание ну и как вы видите здесь очень мало кнопок питания micro usb да в комплекте также идет кабель micro usb забыл его упомянуть и еще в комплекте идут вот такие вот миниатюрные насадки но это чтобы например где-то на плате подцепиться и ничего лишнего там не закоротить и в общем то ну вот так вот да вы вынимаете щупы вам нужно где-то прикоснуться а смд компонентов накидано много и вы можете прикоснуться немного не туда и не то чтобы там закоротить но просто не те данные получить а иногда и закоротить до одеваете одеваете вот такую вот насадочку вот так вот и все видите как теперь аккуратненько у вас только до нужной детали вы прикоснётесь до нужной там ножки какой-нибудь примеру или просто до нужной дорожки на плате там ну и в общем то что вам нужно продиагностировать а так в принципе щупы вполне себе неплохие бы сказал вот да как я же сказал внутренний генератор сигнала но и возвращаясь это металлический корпус такой не знаю алюминий наверное потому что ничего другое в голову не приходит но выглядит все это металлическим это вот тоже металл здесь металл все это анодировано здесь защитная пленочка сверху можете снять можете не снять дело ваше роли никакой не играет ну собственно первый канал второй канал вот что еще по органам управления наверное больше тут ничего и и больше рассказывать и не о чем по экрану он достаточно яркий при всем при этом вы можете ну регулировать громкость вот этих всяких пик 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 и поставить достаточно громко он противный этот звук вы его услышите в любом случае и можете регулировать собственно яркость экрана ну сразу могу сказать там на сто процентов на ярком солнце он не показывает каких-то заоблачных вещей ну как и телефон любой в принципе наверное только вы какие-то черно-белые экраны жк могут на солнце показывать себя хорошо чем ярче солнце тем они лучше лучше показывают все цветные жк экраны на солнце пока что еще меркнут так скажем вот ну тем не менее разглядеть если прям сильно надо и где-то на солнце вы что-то делаете на ярком в принципе можно ну почему я говорю про это кто-то скажет при чем тут солнце потому что это портативный прибор и вы можете чем-то заниматься где-то находясь на объекте объект может быть на улице и где-то высоко или еще что-нибудь вот но при всем при при этом какими-то очень серьезными вещами таким миниатюрным осциллографом заниматься может быть и не придется потому что у него все-таки не настолько широкий охват как бы хотелось нам с вами но тем не менее какие-то вещи с помощью него можно тем не менее проверять находить неисправности что-то диагностировать что-то прототипировать ну или дома там на столе у вас мало места может таким пользоваться общем 1 применение не буду я вообще опять начал рассказывать где можно где нельзя его и где он пригодится это на собственном опыте конечно делюсь в общем тут тут и так понятно если вы зашли на это видео то вы понимаете для чего вообще нужен осциллограф а если нет то послушайте то что сказал вначале посмотрите мои прошлые видео по поводу ттх вот как заявлено то и есть а это важно потому что люди в основном переживают и я тоже о том что дескать заявлено одно а по факту может быть совершенно другое нет здесь как заявлено в том он и в принципе работает вот такой вот миниатюрный ослик ds-212 есть ds-213 я уже показывал его есть еще младшие модели от компании мини компания мини еще раз не помню сказал или нет это та которая делает миниатюрные отвертки паяльники ну в общем все такое очень гиковская миниатюрная прикольная но такие вот дела друзья такая вот песня в общем то думаю что на этом все спасибо за внимание пользуйтесь тем инструментами которые доставляют вам радость желаю всем и каждому чтобы вы могли себе позволить те инструменты которые доставляют вам радость они только те которые вам необходимы это тоже очень важно что часто слышишь от людей что их классная классный девайс я бы себе взял но не могу себе позволить и поэтому возьму что-то другое ну и тогда или тому подобное вот чтобы вы могли себе это позволить но и чтобы я мог себе тоже позволить пользоваться подобными девайсами такое у меня небольшое пожелание всем хорошего дня вечера ночи но и в общем времени суток у микрофона был олег гром ставьте лайки подписывайтесь на канал вы знаете что делать приходите на патреон поддержите увидимся когда увидимся пока